Алан Фред присоединиться к нам чуть позже. Далее хочу представить спикера Филиппа Гоге. Это главный советник подкастинга цирка Дю Салей. И он расскажет нам о роли российского цирка в развитии цирка Дю Салей. И также о цирке в Скандинавии. Мы знаем о них, я думаю, не так много. О цирке в Скандинавии, прошлое и настоящее, нам расскажет Изабелла Сосман, директор цирка Трабеце, это Даня. Пожалуйста, прошу не будете жаловать. На данный момент у нас два спикера, я предлагаю начать и быть первым господином Мсье Гоге. Please, you can speak. Добрый день всем. Спасибо большое Ромбуз-цирку за приглашение приехать на седьмой международный культурный форум Санкт-Петербурге. Большое и отдельное спасибо, господин Иванов, за все то, что он делает для развития цирка. И большое спасибо ему за то, что мы имеем возможность сотрудничать с российским цирком на международном уровне. Я сейчас покажу вам небольшую презентацию о влиянии русского цирка на цирк Дюссолель. Компания цирка Дюссолель – это компания, которая нацелена на творчество. Все, что производит, представляет перформанс, художественная работа, все это для того, чтобы помочь людям подбудить воображение. Вызвать у людей определенные чувства и эмоции, и это касается нас всех во всем мире. Речь идет о достаточно молодой компании, которая всего лишь 35 лет, 35 лет за дня ее основания. Но сегодня эта компания Цирк Дюссолель занимает очень важное ведущее место на международной цирковой арене. Мы поговорим очень кратко об истории цирка. Цирк Дюссолель – основание Цирк Дюссолель – 1984. Арт-фестиваль в Лос-Анджелесе в 87-м году – это определенный фестиваль в существовании компании. Потому что основатель Цирк Дюссолель – глава Цирк Дюссолель – глава Цирк Дюссолель – он сделал все, не имея ничего для того, чтобы попасть на этот фестиваль, потому что провести его, и тем самым дать дальнейшую жизнь компании Цирк Дюссолель. И если бы, например, не удалось бы продать достаточное количество билетов для зрителей, компания не выжила. А Гейл и Ла Вивертез делают все для обеспечения этого. Создание спектаклей Сент-Имбанков в 1992 году, 93 «Мистер» в Лас-Вегас, в 1993 году. Следующие спектакли, в 1994 и 1996 годы, «Алегрия» и «Кидам». 98 – три спектакли одновременно выходят в 1998 году. Создание спектаклей Сент-Имбанков в 2003 и 2004 году. Другие спектакли появляются на свет по другим углом зрениях, «Кортео», «Ла». Я не могу вам перечислить все наши спектакли. На сегодняшний день у нас есть 22. И 8 спектакли на стадии разработки. Ну и вы, конечно, спросите, а где живет во всем этом российском цирке? Ну и вы, конечно, спросите, а где живет во всем этом российском цирке? Ну, я вам перечислю несколько трюков, в которых можно увидеть влияние российского цирка. Несколько спектакли. Ну и, конечно, по-моему, мы понимаем какие-то следы, веяния, дисциплины, которые были привнесены российскими цирковыми артистами. Цирк Дю Солей. И Цирк Дю Солей принял, взял себе за основу эти дисциплины, при всем при этом адаптировав их к своим собственным нужным потребностям. Цирк Дю Солей дает, может, два спектакля в день. Уровень безопасности, которым обеспечивают артисты, обеспечивают их представители, живущие в Северной Америке. ДОК, ДОК ДАНЛЕ ДИССИПЛИН, ДОК ДОП ДОП В ИЗСИПЛИН, У ЗАУЛНЕ ДОП В СЕЛЕУМАНСКИ НЕ ВИЗСИПЛИН, Рамка, которую вы называете русская рамка. В спектакле ОВО есть номер, который когда-то был создан Кагановичем. Куза Титерборд, Алегрия и Тотем это русская доска. Варекай, Свинь-то-свинь. Кореан кредл, в спектакле Курьёс. И чтобы лучше проиллюстрировать, что же происходит в спектакле, мы покажем вам несколько фотографий. На фотографии слева изображает дуэт Дюо Шавро в Куза. Это пример трюка, который был создан в российском церкви. Этот номер был создан в сотрудничестве парня с Головко. В нем участвовало очень много русских артистов, которые были отобрены господина Головко. Здесь, на этой фотографии, мы опять видим трапези, грампаду трапези, но речь идет на другом спектакле. На «Ла Дуба», в 1998, мы создали этот номер «Ла Дуба». В этом номере участвовали только русские артисты. И в конце концов, в 2008 году, в конце концов, в конце концов, в 2008 году, я могу объяснить это миграционными правилами, которые становятся все более жесткими. И поэтому, на сегодняшний день, довольно много артистов приезжают из Мексики, работают в церкви в 8 лет на трапезе, им легче приехать. На этой фотографии «Ла Дуба», «Ла Дуба», «Ла Дуба», «Ла Дуба», «Ла Дуба». Конечно, мы можем помнить номер «Пронина», который работает очень хорошо. Л идея, это федер eyesight на русском языке. Л идея была в том, что бы сохранить дисциплину прекрасную действующую в российском церке. И ли medalя discipline, как панкку была быть в метро, которые называются «Пирамида», художественная пирамидная пирамида для участия в которой необходимо наличие спортсменов, акробатические спортсмены. На следующей фотографии, мы называем это русская перекладина на Западе. Конечно, вся история этого устройства полностью связана с Россией. Это наслабенный трюк. Он был создан паренем Саша Моисеев. Эти артисты, которые мы видим на фотографии, в течение 10 лет работали с этим трюком и мы использовали тех же артистов и тоже тех же. И так, как мы не хотим, чтобы мы не были дать этот номер, который был «Клон Д'Аргент» в Монте-Карло, этот номер получил серебряную коробу Монте-Карло и нам совершенно не хотелось оставаться с этим трюком. Мы использовали тех же артистов и тот же трюк в другом спектакле, который, как раз вы видите на фотографии, по названию «Тотерру». На этой фотографии. Вы видите двух братьев, Виталий и Роман Томанев. Эти два молодых человека, два артиста, выросли в Соединенных Штатах. Они дети Валерия Томанова, это дети России, и их отец Валерий Томанов ходил в группу «Каганович», и воздушно-турнастов. И так, на следующей фотографии мы видим во что превратился в начальный трюк со временем, и появится сценарий спектакля «Ово». «Ово», название спектакля приводится как яйцо. Это классический номер, воздушный гимнасты. И мы взяли за основу практически полностью номер, который когда-то был создан в группе «Каганович». «Л'еволюция» в сфере системы безопасности для артистов. То, что мы добавили с нашей стороны, это строковка. И из-за этого, в том числе, нам пришлось сократить номер, и в результате его изначальный вид несколько изменился. Вот, по акробатической части, то, что я хотела вам сказать. Là, у нас еще один аспект, в котором влияние российского цирка еще более значима на цирк «Джюссолей». Это произошло в тот момент, когда представители цирк «Джюссолей» познакомились со знаменитыми «Лицидеями». И что может быть лучше, чем быть в Санкт-Петербурге сегодня, и говорить вам об этом. Перед вами две фотографии с легендарными личностями. Вы, конечно, все знаете Слава Паунина, я не буду вам его представлять отдельно. Возможно, вы знаете Санкт-Петербурге. Гилл Санкт-Петербург, вы знаете наверняка меньше. Гилл Санкт-Петербург, это один из основателей цирка «Джюссолей». И один день Гилл и Слава, они встретились. Гилл увидел «Лицидея», как-то однажды Гилл увидел «Лицидея», увидел «Колм». Группа «Лицидея» в то время находилась в Санкт-Петербурге. Они представляли свои спектакли не на цирковой арене, а на сценической театральной площадке. Под таким флором поэтическим, немножко сюрреалистическим, в этих спектаклях чувствовался настоящий диалог или монолог о сложной советской действительности. Глава Санкт-Петербург, в самом начале существования цирка «Джюссолей», Глава Санкт-Петербург, т.е. клоуне из своих спектаклей были частью, составной частью спектакля. Глава Санкт-Петербург, это более эксцентричные клоуне, немного хаотичные. На французском языке используют такое приводнительное, естественно, бортельное. Ну вот и клоны, так называли, потому что видят они себя абсолютно такой хаотичной, эксцентричной манер. И это полностью, вот такое поведение клонов практически противостояло тому, что можно было видеть у клонов церковь европейских, американских и советских, те, кто учились в церковой школе матьковой, например. Гилл и Слава, Парунин, решают работать вместе. Слава и Франко-драгон также работали. Франко, на тот момент, был режиссером Цирка Дю Солей. И Слава, однажды, сказал, что Франко, ты ничего не понимаешь в клонах, возможно, это был правдой. И все это обращается в результате создания бури, это сцене и спектакля «Алегрия» с клоном Юрием Медведевым. Франко, как Леонид Лейкин и Валерий Кефт. Франко, как Леонид Лейкин и Валерий Кефт. Франко, как Леонид Лейкин и Валерий Кефт. Очень красивая история, связанная с спектаклем Леонид Бах, когда Франко создает номер с невозможным дуэтом, невозможным дуэтом, стоящим из клона Кебека Балто и русского клона Сергея Сашилева. Франко, что вы видите на фотографии. Балто направил Сергея в его перемещении по сцене, и надо учить, что Сергей абсолютно плохой, не слышит ничего. Сегодня нам очень грустно говорить о том, что с течением времени, по причине экономических решений, прежде всего, или миграционных проблем, и замена русского клона. Очень часто те русские клоны, которые работали раньше, мы должны заменять их клонами живущими близко. И мы теряем всю тонкость Санкт-Петербургской церковой школы таким образом. Мы очень жалеем. У нас есть молодые артисты русские нового поколения, их немного, но они есть. Такие, как Павел Михайлов, Екатерина Переговская, Андрей Кислицын. И они работали с комиком Квебеком, которого зовут Михаил Куртеманш, в спектакле Вольта. Мы продолжаем заниматься кастингом клонов в Москве и Санкт-Петербурге. И последняя история, которую я хочу рассказать, связана с мимом Максимом Фомичевым. Его жена записала его на кастинг, а Макс в то время только что приехал из России. В России он работал на заводе, при всем при том, что он не является учеником Слава Павловнина. Он пришел на кастинг, он очень хорошо прошел кастинг и моментально оказался участником в спектакле «Аллегрия», затем «Заркана». И до этого он работал рабочим на заводе. Он тоже глухой. И во время репетиции, например, он привязывал к животу такой большой шарик для того, чтобы почувствовать музыку, вибрацию музыки. И я попросила у Максима буквально написать несколько слов для этой речи, для этой лекции. Максим Фомичев говорит, я стал мимом в Москве в возрасте 12 лет. И в театре Лицидии у Слава Павловнина я научился многому, работая сначала как мим, а затем клон. Максим Фомичев говорит, я стал мимом в Москве. Однажды, в 2000 году, в Ванкувере Максим увидел исполнение, то же самое «Буря», в «Аллегри», исполнение Юрия Медведева. Максим Фомичев говорит, я стал мимом в этой сцене. Максим Фомичев говорит, я стал мимом в 2010-2013. 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 Максим Фомичев говорит, я стал мимом в 2012-2013. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели видео, это видео изображает как раз таки сцену «Бури», «спектакль «Алергия», для меня это наилучший пример влияния российского церка на церкви «Солей». Вы можете идти прямо к видео. 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 Здесь я люблю тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И если у вас есть вопросы, я в ваше распоряжение. Да, большое спасибо господину Филиппу Агаге за эту удивительную презентацию. За такое депутное отношение к расистским артистам. Несомненно, русские артисты приносят особенный драматизм в цирковые номера. Я думаю, что вы согласитесь. Если есть вопросы господину Агаге, пожалуйста. И я, может быть, пригласила бы сюда представителей цирка Никулина на Цветном бульваре. К нам присоединились. Борис Владимирович, пожалуйста, займите свое место. Борис Владимирович Едогов, директор фестиваля циркового искусства в цирке на Никулина. И ведущий программ, или, говоря цирковым языком, мистер цирка на Цветном бульваре. Пожалуйста, как раз ваше место вас ожидает. Вопросы господину Филиппу Агаге. Возвели. Пожалуйста. Здравствуйте. Жена митруна, столица Татьяна Платовская. Я хотела бы спросить, задать мне вот такой вопрос по поводу артистов, которые, безусловно, не суммы талантливые. Но, насколько известно всем, политика цирка Тюссалей заключается в том, что люди знают номерами и не знают артистов. И поэтому многие артисты уходят из цирка, потому что хотят быть известными. Но я хотела бы начать, я промахнула, и я задавала цирка Тюссалей. Загрузочки, задавала цирка Тюссалей, то есть появление пересталов поисведения, по отношению к телевизору. Конечно, есть большинство артистов, которые хотят существовать и творить самостоятельно и хотят чувствовать себя звездами, это совершенно нормально. Но есть другие артисты, которые участвуют в процессе творчества как такового. Это выбор каждого человека, каждого артиста, и каждого своего. Скажите, пожалуйста, а сколько сегодня в цирке Дюсале всего работают от российских артистов? Есть два вида русских артистов. Те, кто глубоко связаны корнями уходит в историю цирка, и те, кто занимались чем-то другим изначально, например, просто акробатика или спорта. На сегодняшний день у нас около 16% артистов, которые являются выходцами из России или бывших советских республик. И в зависимости от года, эти 16% обращают количество людей, 200, 250 человек, примерно, в зависимости от года. И в зависимости от spectакля, может быть, от одного до четырех номеров, которые исполняют русские артисты. А в некоторых спектаклях их нет совсем. Спасибо. Есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, слабые и сильные стороны циркви Дюсалей по сравнению с классическим советским русским цирком? Дюсалей по сравнению с классическим русским цирком? Для меня это две совершенно разные вещи. Иногда они взаимовыполнены. Я не хочу противопоставлять. И для меня цирк, это цирк. В общем, это современный, то, что мы вчера видели, или... В общем, это традиционный, в Моте-Карло, с участием животных, но все на цирке остается. Это как литература, которую каждый пишет. Но, в основном, лёдр и лёдр. По-своему. Но, в принципе, произведения, творчество, они являются произведениями или актом творчества. В общем, спасибо. Спасибо. Благодаря Филиппа Агагея. И к нам вернулся ещё... Где? На рубежах 80-90-х годов в цирке Дюсалей работали советские цирковые режиссёры Валентин Гнеушев и Павел Брюн. Какое влияние они оказали на эстетику? Цирк и Дюсалей. Ага, что я не знаю. Валентин Гнеушев и Павел Брюн. Какой влияние они оказали на эстетику? Цирк и Дюсалей. Валентин Гнездо. Игорь Негода, предпочитаем. Валентин Гнездо. Валентин Гнездо. Я думаю, что каждый вносит свой вклад. Сегодня больше режиссёр или кто-то другой. Сегодня у нас Борис Верковский, он русский. И он директор перформанса. Он вносит свой вклад. То есть каждый вносит какой-то пассивный вклад в общей дела. Когда кто-то появляется в Цирке Дю Солею, например, работа, он приходит со своей культурой, со своей базой, но он оказывается внутри определенной системы. И вот эта встреча, она создает нечто новое, но она изменяет каждый участник, играет свою роль, но все это может меняться от одного человека к другому. Например, есть спектакль Майкл Джексон у нас, там вообще практически нельзя говорить о влиянии цирка России, какого бы то ни было. А в Алегрии, то, что вы видели, что вот эту сцену в теле, это влияние намного сильнее. Так, все-таки поблагодарим господина Филиппа Адагев. Спасибо.